Достойная зарплата, социальные гарантии, перспектива карьерного роста. Причина, по которым Александр Павлов, информатик, экономист с высшим образованием, пошел работать на завод. Трудоустроиться по специальности не смог. Карьеру начал с должности ученика. Параллельно осваивал новую профессию в учебном центре завода «Кузнецов». Обучение происходит во время работы. То есть я утром обучаюсь, после учебы иду работать. Приходит на работу учеником, назначается наставник, который обучает непосредственно на рабочем месте. Во время учебы, а она длится три месяца, новым сотрудникам выплачивают зарплату. Подготовку специалистов из других областей в таком формате называют опережающим обучением. Его проводят по программе, направленной на снижение напряженности на рынке труда Самосской области. К программе подключились 77 предприятий и организаций. За год планируется переобучить около 3,5 тысяч работников. На заводе по производству авиационных, ракетных, газотурбинных двигателей нехватки кадров нет. Рабочие профессии вновь набирают популярность среди молодежи. Но новые задачи требуют высокой квалификации сотрудников. У завода очень большие программы, очень большие заказы. Это требует профессиональных кадров. Это рабочие профессии, но сейчас так прогресс быстро шагает вперед, что эти рабочие сегодня выполняют уже функции инженерные. Самарский завод «Кузнецов» стал одним из первых в стране, где будет уже в сентябре внедрена система дуального образования. Учащиеся четырех самарских техникумов параллельно с теорией начнут осваивать и практику у станков. А когда получат образование, будут гарантированно трудоустроенные на заводе. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.